Слава Иисусу, народ Божий! Пусть Господь прославится в это утро. Знаете, как бы сказать, вот в завершении как бы этого всего, знаете, служения хотелось бы поделиться одной мыслью, коротенькой, небольшой, которую посетила нас, знаете, с семьей. Мы размышляем над книгой Бытия и размышляем над таким именем Авраам, и его жизнь, именно, знаете, она интересна, она очень глубока, и мысли, которые приходили, как бы мы даже слушали некоторых евреев, как бы, знаете, и они истолковывают устную Тору, знаете, так, Медраж есть, как бы это устная Тора, как бы это Бытия, да, Пятикнижья, и есть она устная, на самом деле, у еврейского народа, и много интересного там, как бы сказать, знаете, исторически, то, что происходило, потому что порой, когда мы читаем именно, мы определенно смотрим, и Бог говорит, выйди из ура Халдейского, да, что происходит, почему надо выйти, почему Бог именно обращается к этому человеку, к его семье, почему это все так происходит, как бы нам сначала как-то непонятно, и мы где-то как-то так, знаете, настораживаемся, как бы, ну, почему, как бы, ну, живут они хорошо там, вы знаете, что ур Халдейский, это такой, знаете, такой современный Лас-Вегас, да, то есть, как бы, ну, там все, на то время все хорошо работало, даже канализация, говорят, была, ну, представляете, настолько старое все, давно-давно-давно, там, при начале всего, но, на самом деле, все там работало очень хорошо, но, знаете, ур Халдейский, он переводится с иврита, как свет для бесов, да, так мистически, как бы, название этого города звучало, в частности, знаете, было огромнейшее идолопоклонство, идолы буквально продавались в каждом магазинчике именно, и люди этих идолов покупали, и, в частности, Фарра, Терра, как бы, его имя было с иврита, а отец Авраама, так же само занимался продажей этих идолов, продажей этих идолов. И вот Медраж, как бы, описывает эту ситуацию, к чему я, как бы, хочу, знаете, как бы, она интересная, как бы, она коснется, и она коснулась моего сердца, когда мы разбирали и мыслили, вот почему, оказывается, Бог так сделал, и почему Бог вообще презирает, как бы, на твою жизнь, именно, есть этому причины определенные. Вы знаете, отец продает его идолов от маленького до большого, они стоят, как бы, знаете, им срок, срок ихнего произведения один день. Вчера произвели, сегодня купили, там, все это делалось, там, продавалось, и пришел какой-то мужчина покупать, а во время этой продажи Авраам находился там, и, как бы, ну, отца не было, и он ему задал вопрос, слушай, ты хочешь купить этого идола? Он говорит, да. Сколько тебе лет? Он говорит, пятьдесят. Интересно, что ты хочешь услышать от этого идола, которому всему лишь один день? И этот мужчина, знаете, так, как бы, развернулся и ушел. Женщина пришла, знаешь, как бы, приношение принесла, там, хлебное что-то, знаете, как бы, идолу этому. И вот, знаете, как бы, что произошло? Авраам, по побуждению Бога, так говорит эта устная Тора, что, когда это все происходило, отца не было, он взял топор и разрубал всех идолов. И топор вставил самому большому идолу в руки. И когда отец пришел, он говорит, что здесь произошло? Авраам говорит, слушай, тут, как бы, они что-то не поделили, это хлебное предложение, как бы, все приношение. Этот большой идол всех разрубил, маленьких идолов, на части. Отец, конечно, ему не поверил. И, знаете, как бы сказать, с этого началось действие Божье в жизни Авраама. Помните Гедеона? Так же что-то происходит в жизни Гедеона, что-то непохожее на других людей. Иногда кажется, а почему именно Авраам со всех этих людей, которые находились в Урихалдейском? Почему именно Авраам, братья и сестры? Потому что у него есть побуждение, и он уже чувствовал это побуждение внутри себя. Разрушать идолов, которые вокруг тебя сегодня. А есть ли сегодня идолы в нашей жизни? И что сегодня идол в нашей жизни? Иногда мы делаем какие-то такие вещи. Идол – это в жизни моего брата и сестры. Ну, как бы, порой, да? А именно в твоей жизни что такое идол? И, вы знаете, вот это решение, которое пришло не просто даже спонтанно, не просто-просто так в жизни Авраама, имело свое следствие. Бог сказал, и они вышли из этого света демонов. Интересно, я задался вопросом, как свет связан с демонами. Помните, кто такой Люцифер? Ангел света. Ангел света. Оказывается, именно да, все связано и взаимосвязано именно, на самом деле имеет свои последствия. И если сегодня в твоей жизни нет определенных решений, нет определенных целей, когда ты себя видишь прекрасным и замечательным, у тебя все хорошо и замечательно, то бойся. Бойся. Действительно, почему? Потому что Господь всегда будет тебе напоминать о том, что комфорт в этой плоти – это временное удовольствие. Знаете, Моисей, он принцем находился 40 лет. Как вы думаете, тяжело было выйти из царских чертогов? 40 лет, когда у тебя все красиво получалось. Да нет, да не тяжело. Но этому нужен был выбор. У нас всегда есть выбор. И этот выбор стоит в жизни Авраама. Авраам решает действительно в своей жизни следовать за Господом и слышит его голос. Слышит его голос. Вспомните, где он написан? 12 глава «Бытие» с 1 стиха. Здесь написано «И сказал Господь Аврааму». Интересно, Бог обращается к Аврааму и так думаешь, Господи, на основании чего? Просто ты так выбрал Авраама. Ты там как бы сказать, ну вот просто так, были много людей, жили, и я выбрал одного Авраама. Но мы действительно, знаете, если обратим свое внимание, то ревность уже по Богу в его жизни была. Если тебе 50 лет, что может тебе сказать этот идол, которому один день? Знаете, «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Вы знаете, обращая внимание, когда человек слышит голос Божий, когда он слышит этот голос, он ему послушен. Но есть определенное, знаете, отличие. Сегодня церковь, братья и сестры, каждый из нас, мы чем-то отличаемся от этого мира. Знаете, вот чем отличается Авраам от того мира, где он находится, и как бы где он живет, и среди людей, и даже от Лота, чем он отличается. Я хочу подчеркнуть, несколько стихов, которые написаны ниже, они записаны, 7 стих и 8. Смотрите. «И явился Господь Аврааму, и сказал, «Потопцу твоему отдам я землю сию». Знаете, хорошее такое благословенное слово, да? Когда ты получаешь, тебе радостно, когда Господь говорит тебе, «Я отдам тебе землю, потомство твое будет, как песок морской». Такое благословение. И знаете, вот что делает человек на основании этого слова? Радуется, ликует, ходит, но смотрите, что делает Авраам. Он создал там жертвенник Господу. Это очень важное дело. Отношение с твоим Господом. Знаете, я всегда задавал вопрос, как вы думаете, сколько времени потрачено на построение жертвенника? А вот приедете домой и вбейте слово «жертвенник», и посмотрите на эту фотографию, сколько времени человек тратил на то, чтобы построить. Он был построен из камней, он был построен, и это нужно было определенное время. Иногда кажется, построил жертвенник Господу, все быстро так, решилось там, все нормально. Но самая главная и отличительная черта в жизни Авраама, он построил, создал этот жертвенник Господу, который являлся ему. Смотрите дальше, 8 стих. «Оттуда двинулся он горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток». Интересно, почему так делает человек? Оказывается, когда он строил жертвенник и приносил жертву хвалы, поклонение Господу, величие Бога, который обратился к нему, оказывается, что-то Бог начинает говорить в его жизни. Ты начинаешь слышать, ты начинаешь слышать, и действительно человек услышал, как нужно было ему сделать то, что он сделал. Поставил этот шатер определенно, и написано опять, 8 стихом. «И создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господне». И призвал имя Господне. Вы знаете, вот определенные эти вещи, их не под силу никому из нас вас заставить. «Меня никто не заставит поклоняться Богу, и тебя никто не заставит». Принятое правильное решение Бог будет оценивать, и ты будешь либо иметь авторитет, либо ты этого авторитета никогда иметь не будешь. Дети будут смотреть на тебя только в одной степени, когда ты их учишь, а когда ты так живешь. Дети будут учиться у тебя, когда ты будешь так жить. И Бог будет благословлять твоих детей, когда ты будешь в это верить. Бог не будет благословлять именно, знаете, вот вещи, когда они наигранные, когда как будто бы, вот ты ходишь по воскресеньям в собрание, ты здесь находишься, вот детки здесь бегают. Но самое главное, когда ты, твое служение, когда-то братик один говорил, когда ты выходишь отсюда, когда ты выходишь отсюда, здесь ты получаешь информацию, наполняешься, но служение, которое распространяется в твоей жизни, оно будет все шесть дней остального времени. И действительно это очень важно, знаешь, когда твои дети, они наблюдают, что жертвенник ты строишь, что ты эти отношения с Господом начинаешь потихонечку строить. Вы знаете, я хотел сегодня тему чуть-чуть другую говорить, но коснусь именно по времени, знаете, как бы, но мысль, я всегда говорю, имя Божье. Помните? Имя Божье, святое имя Его. Очень много где записано, да, эти моменты. И я всегда говорю, вы знаете, многие меня знают, меня зовут Дима, но только близкие знают, что Дима, мне дано было имя не с самого начала. С самого начала у меня совсем другое имя. И так и с Господом. Бог. Знаешь, когда ты ближе к Нему становишься, ты потихонечку начинаешь понимать. Ты начинаешь понимать именно, знаешь, вот, когда ты к Нему ближе становишься, Его личность, Его характер начинает для тебя открываться и открываться для твоих близких. Если ты лукавишь, если ты просто как бы делаешь все автоматически именно, когда ты попадаешь в собрание, все вот это, автоматизация какая-то выработанная, как ты работаешь на работе, Бог, Он останавливает свое действие. Он дает тебе попробовать самостоятельно решить вопросы. И в этом случае, знаете, вот я вижу в жизни этого человека реально движение от жертвенника к жертвеннику. Авраам, слушай, интересно, почему Бог так пишет о нем? Жертвенник там построил, вышли с оттуда, идут в другое место, жертвенник поставил. Только пришел жертвенник. Слушай, у тебя времени может быть много. А чем заниматься? Семья, скот, решение вопросов, бизнес-проекты, много-много чем заниматься. А время построить жертвенник. И это время у Авраама было. Смотрите, Бытие 13 глава, переходим дальше. И наблюдаем некоторые вещи, которые происходят в жизни этих людей. Авраам находится вместе с Лотом. И Бог благословляет Лота. Почему? Потому что именно благословение Лота, оно, помните, написано, что Бог благословлял Авраама именно, и Лот был рядом. И Лота благословлял также Бог именно, знаете, как бы почему? Потому что он всегда был рядом, он, возможно, вместе находился, возможно, вместе учился у Авраама, где-то какие-то процессы были в его жизни, но чего-то не хватало. Знаете, чего не хватало? Жертвенника. Я не вижу в жизни Лота жертвенника. Я его не вижу там. Поэтому и проблемы порой происходят такие. И вот смотрите, что здесь написано. Восьмым стихом 13 главы. И сказал Авраам Лоту. «Да не будет раздором между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево». Интересным образом, знаешь, что сделал бы Авраам, если бы ему это предложили? Поставил жертвенник. Он помолился. Он задался вопросом. Что делает Лот? Десятый стих говорит. Лот возвел очи свои. Свои очи. Помните, Иеремия, Господь говорит. Иеремия, что видишь? Иеремия начинает говорить, что видит. И Бог оценивает. Правильно видишь. Правильно видишь. Бог всегда оценивает наш взгляд, братья и сестры. Оценивает. Как ты смотришь на эту жизнь, и это очень важно, влиятельно. Пойми, потом молитвы не помогают, определенные вещи не работают. Как брат сегодня говорил, что слово, оно, знаете, с одной стороны, оно живо и действенно, а с другой стороны, буква убивает. Так написано. Какая буква убивает? Эта же буква. Эта же буква убивает. А Дух животворит. И когда наблюдаешь, знаешь, на некоторых процессах, Лот возвел очи свои и увидел окрестности Орданскую. И тут слово Божие говорит, прежде чем Господь это все сжег. Знаешь, что происходит в дальнейшем? Лот попадает в определенную проблему. 11 стих. «И избрал себе Лот всю окрестность Орданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга». Вы знаете, как важно именно, обращая внимание на определенные действия Божьи, увидеть именно во всем этом процессе Божью руку. 14 стих. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои, из места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам, и я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле этой в долготу и широту ее, ибо я тебе ее отдам». И двинул Авраам в шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Опять все заканчивается одним, важным, ценным и драгоценным в жизни каждого из нас, братья и сестры. И если ты сегодня считаешь, что это не важно, можешь так считать, то Господь это считает важным в жизни людей, когда построения отношения с Ним очень важны. И ты никогда не узнаешь мое имя, если не приедешь до меня на чай, и не приблизишься ко мне, чтобы я поделился с тобою, и ты узнаешь, какое мое имя. Потому что всегда будешь думать, что меня зовут Дима. Интересно. Но когда так и с Господом, если ты хочешь быть на расстоянии, ты так и будешь думать, что его имя такое. Ты так и будешь постоянно говорить, Господь Бог, Господь Бог, ну у Него что есть? У Него есть имя. Отец. Отец. Есть имя такое? А что здесь? А здесь работа Божья с отцом. А здесь работа Божья с мамой его. Работа Божья между семьями, между детьми сегодня, о которых мы молимся. И это благословение Божье. И я хочу, знаете, вот еще дальше чуть-чуть копнуть, не говоря уже о жертве, которую Господь сказал Аврааму принести. Есть еще одно действие. Действие победы и действие выбора. Помните? Лот недолгое время прожил в изобилии своем. Недолгое. Что происходит? Не против Лота даже война идет. Несколько царей, четыре царя справа, пять царей слева, и в общем они начинают друг против друга войну вести. И приходят эти цари, и побеждают царя Гоморского, Седо, этого, Содомского, и забирают все, и в частности Лота имущество, и самого Лота забирают. Помните? Все забрали. Почему так? Почему такая проблема происходит, Господи? Боже, давайте будем все молиться, почему Лота забрали? Почему все его сыновья и дочери в рабстве находятся? Почему? Почему, братья и сестры? Жертвенник Божий. Я хочу прочитать эти слова, когда именно человек, который в жизни своей имел жертвенник Божий, возвращается с победой. Бог дал победу. И он освобождает Лота. И имущество все забирает. Пошел 300 с чем-то человек с ним, представляете, против 4-5 царей с ихними людьми. Прогнали их, забрали все. И вот он идет назад. Это записано 14 главою, 16 стихом. И интересно, смотрите, что здесь говорит. И возвратил все имущество и Лота средника, сродника своего. И имущество его возвратил. Так же и женщин, и народ. Я хочу здесь подчеркнуть. Это твое общество. Если даже жертвы у тебя нет, имей хорошее общество. Хорошее общество. Божьих людей. Быть ближе сегодня. Учиться вместе с ними. Получать это благословение. Когда есть близкие, которые знают Господа. В жизни Лота так произошло. Не всегда так происходит, братья и сестры. Это случай, который произошел в его... Когда он возвращался после поражения Кедлова-Ромера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Милхиседек, царь Солимский, вынес хлеб и вино. Он был священником Бога Всевышнего. Вышли два царя. Один царь Содома, а один царь Солима. Содома, вы понимаете, какой царь, да? К чему относится царь Содом? К плоти. К состоянию плоти. К тому, чтобы подчиняла она все. А что такое царь Милхиседек, царь Солима, шалома, мира? Это прообраз того уже действия Божьего в Ветхом Завете. Он выносит вино и хлеб. Происходит некое таинство. Авраам, представляете, который разрушал идолов, который слышал голос Божий, который соорудил жертвенник Богу, которому еще не было на земле, никто не поклонялся этому Богу, никто не знал Его настолько, да и сам Он до конца Его не знал. А кто сегодня знает Бога? Кто может сказать, я знаю Господа? И вот знаете, и этот человек, один из них говорит одно, а другой из них говорит другое. И говорит ему этот Милхиседек, благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский, отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимай руку мою, Господу Богу Всевышнему, владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму от твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Откуда такие слова исходят, дорогие? От поклонения его Господу. От поклонения его Господу. Мы никогда не скажем таких слов. Нас трусить начнет. Имущество. Это же как важно. Как важно то, что еще там у Содома находится там. И этому хочется, и тому как-то, и дьяволу хочется послушать, и Богу. Не получится, дорогие. Дьявол заберет все свое. Дьявол заберет и скажет, обогатил. Мне должник, должен мне. Но сегодня Господь предлагает для каждого из нас. Давайте помолимся. Попросим Божьего благословения. Чтобы слово Божье, как брат сегодня говорил, чтобы оно не было поклевано птицами. Чтобы оно не было принято, когда хорошо мне, я Бога принимаю, все отлично. Только началась какая-то проблема. Сегодня огромнейшие проблемы происходят на... У многих у нас, где родственники находятся, родные, близкие, братья, сестры в Украине. И я слышу, братья и сестры, к скорби нашей люди уходят от Бога. И они говорят, мы не хотим верить такого Бога, который забирает у нас детей, мужей. Они хотят сегодня, знаете, как воспринять эту ситуацию без книги Иова. Но, братья и сестры, Бог есть как любовь, но Он есть как и огонь поедающий. Он есть как строгий судья. И Он властен сказать. И Его слово должно быть главным, братья и сестры. Я хочу, чтобы мы встали, помолились и поблагодарили нашего Господа, знаете, перед концом этого собрания. Давайте поднимемся. Давайте просто, вот знаете, увидим свою жизнь Божию, чтобы каждый из нас понимал, Боже, чтобы не было вот таких вот проблем, с которыми могли бы встретиться, чтобы нас надо было вытягивать, вымаливать. Боже, дай нам сегодня построить, построить эти отношения в дружбе с Тобою, во взаимоотношении с Тобою, Господь, Боже. Пусть распространится в жизни нашей, как в жизни Авраама, Боже, чтобы мы разрубили этих идолов, которые сегодня мешают нам, Боже, а занимают наше время, Господь, Боже, просто воруют в нашей жизни, Господь, благословение, которое сегодня принадлежит народу Божьему. Ходотайствовать, Боже, молиться, различать духов, молиться иными языками, Боже, пророчествовать, что сегодня запрещает этот мир, Царь Салима, Он говорит, вот вино, вот хлеб, это то, что благословил тебя Бог, твою войну Он ознаменовал, Он дал тебе победу, это благодаря Ему, и тогда ты чувствуешь, что ты не тот, что ты слаб, и у тебя нет силы, но есть силы у твоего Господа, что ты возлагаешь на Него всю свою жизнь, ты полагаешь в престол Его благодати, и отдаешь свою душу, дабы поклониться Ему, дабы прославить своего Господа. Боже, благослови наши жизни, дабы мы могли, услышав Слово, соорудить и поклоняться в этом жертвеннике, чтобы наша жизнь, она была от жертвенника к жертвеннику, Боже, благослови, чтобы мы не просто своими глазами сегодня смотрели, ибо мы смотрим сегодня хорошо, многие смотрят, плохо, Боже, но дай нам сегодня взгляд, взгляд Божий, взгляд, как ты смотришь сегодня, что нужно будет делать нам. Дай нам силу, дай нам благословение за все.